Приветствую, друзья. Знаю, вы просто обожаете. Уже довольно давно ждали от меня обзор гибридных планарных наушников KZ Symphony, где за басы отвечают небольшой динамик, а за все остальное роскошный планарный излучатель собственного производства. Да, я говорю сейчас не без сарказма, однако давайте разбираться по порядку. Собственно, поехали. Пришли наушники в простенькой картонной коробке с наклейкой, на которой приведены их технические характеристики. Из важного базируется модель на гибридной связке из 13-мм планарного излучателя и 6-мм динамика с общим импедансом в 18 Ом и сравнительно низкой чувствительностью в 95 дБ. Внутри находились сами наушники, гарантийный талон, пара пенок, набор уже классических силиконовых амбушюр с насечками и тоже всем знакомый отворотительного качества кабель с сопротивлением в целый Ом. Для тестирования я использовал кабель TRN Red Chain и амбушюры КБ-07. Родное, честно говоря, можно даже не вынимать из коробки. Сами чашечки по габаритам крупные, примерно как ССИ и Рэпсиди, выполнены из полупрозрачной смолы с внушительной такой металлической нашлепкой снаружи. В прорезях, если присмотреться, видна металлическая сеточка, обеспечивающая нам ту самую полуоткрытую конструкцию. Смотрится это достойно, сидят они удобно, да и с изоляцией тут все в порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас с одной стороны очень быстрый, а с другой медленно тляющий импульс. Заметные расхождения между каналами, обратите внимание на 8 кГц, и искажения в пиках достигающие аж 4%, что прямо плохо. Зато фаза ведет себе естественно, а с возмущениями на 30 и 60 дБ вы можете ознакомиться на графиках водопадов. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9 дБ с крутым таким переходом на середину, куда более выраженное выделение области разборчивости с пиком на 3 кГц, и еще один на 8 кГц для усиления резкости звучания. Причем, заметьте, на правом канале его амплитуда на целых 5 дБ ниже, где более точно я не знаю. Настройка, прямо скажем, далека от современных таргетов, так что как-то комментировать ее будет излишним. Басы у Symfony действительно зачетные, в меру текстурные, подкачанные и очень упругие. Не зря их так выделили при настройке. Серединка, как выглядит, так и слушается, слегка проваленной. Зато верхняя часть диапазона раскрывается, так сказать, во всей своей красе. Яркая, немного агрессивная и оттеняющая собой всю среднюю часть диапазона. В принципе, ничего нового в этом нет. Многие наушники настраивают в точно таком же ключе, но до отраслевого эталона, как нам обещал производитель, это сильно не дотягивает. Не будем забывать и о 4% искажений при допустимом одном и о гуляющей точности, что мы видели на расхождении каналов. По характеру же герои обзора близки к нейтральности, но без зажатости, лишней сухости и мониторной такой отстраненности. Слушать Symfony приятно, разрешение тут очень высокое, прекрасная динамика, выразительность и какая-никакая мелодика. Да и что совсем неплохо, нет этого планарного ощущения стены, словно слушаем не сам звук, а его проекцию на какую-то плоскость. Не полностью, конечно, но большей частью эту проблему им как-то посчастливилось решить. Вовлечения в материал тут как такового нет, как и сочности с тембральным объемом. Но что мы хотим за такие деньги? Наушники в данном сегменте и не предназначены для гурмана со сложившимся музыкальным вкусом. Прорисовка у них отличная, разделение инструментов тоже, драйв есть, да и скоростные характеристики на уровне. Тут, как в известном фильме, чего же тебе еще надо, собака. Более того, звук здесь в достаточной мере однородный и более-менее сбалансированный. Встречали мы уже модель со схожей конфигурацией, где об однородности, похоже, вообще не задумывались. Я говорю о куда более дорогих EMR EDP. При этом, на фоне таких наушников, как Tenderin TD19, у героев обзора почти нет выразительности, мелодики, насыщенности. Да и живыми естественными их после TD19 едва ли кто-то осмелится назвать. Хотя, басы у Symfony однозначно лучше и жирнее, так что это не полное превосходство. К усилению они, как и все планарные наушники, очень требовательны. Это нужно иметь в виду, если рассматриваете их к телефону, планшету или маломощному аудиоплееру. По стилистике в принципе универсальны, но как средний уровень. То есть не скажу, что они великолепны для джаза, оркестровой музыки или какой-нибудь пространственной электроники. Но, так сказать, ее не испортят. Это типичные планары от KZ со всеми вытекающими следствиями. Слушать можно, но с аналогичными решениями из более высокого сегмента они не бьются от слова совсем. Что сказать, вполне нормально, KZ давно и стабильно делает неплохие за свою цену наушники. Цена, правда, это сильно прыгает. Где-то 60 баксов, а где-то 40 за одну и ту же модель. Итогом наушники Symphony от компании Knowledge Zenith получили удобную посадку, мусорного качества комплектацию, хорошо сбалансированную связку из планарного и динамического излучателя, приятный вид фейсплейтов, ну и конечно прекрасное разрешение, разделение, драйв, динамику и скорость атаки. Это нейтральная такая с уклоном в техничность модель. Да, немного яркая, но с солидным таким басом и хорошо подогнанными драйверами. Из минусов они тяжелые на раскачку с серьезными искажениями и очень спорной повторяемостью. Но зато, как говорится, недорого и с планарным излучателем внутри. На фоне всей россыпи PR1, PR2 и PR3 герои обзора смотрятся крепко, однако настройка тут более попсовая. Нормальные наушники, но лично я бы взял что-то подороже. Simgot EA500 LM лучше практически во всем, но там конечно нет планарного излучателя. Уж не знаю откуда к нему такая любовь. В общем, вы все поняли. А на этом у меня все. Это были наушники KZ Symphony. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра.